Дерево акварелью, легкие пейзажи акварелью. Привет, я Дарья Поздняк и давайте начнем рисовать. Сначала я смочу небо водой. Так как дерево темнее по тону, поэтому как бы мы не залили небо сейчас, все равно дерево у нас будет темнее по тону, и поэтому все равно оно небо перекроет, поэтому не бойтесь. Чтобы был красивый развод, нужно всю бумажку, весь кусочек смочить. Если я буду сейчас дырки между веточками делать, не будет красиво растек. Так, сразу же смачиваю ниже. Сейчас окажется, что я рисовать буду меньше, чем я болтала и все настраивала. Так, чуть-чуть хочется мне туда добавить в серединку какого-то вот такого. Ну, как бы так, как небо и море одно отражает другое, поэтому по факту примерно одни цвета можно использовать и там, и там. Может быть, просто где-то чуть насыщенней. И смотрите, я равномерно кисточкой не выкрашиваю, я стараюсь по мокрому положить и кисточку убрать, чтобы краской вода сами разбрались, как они там хотят течь. Вот, вот тут у меня сухое место, я его просто смочу, чтобы они тык-тык туда перетекли сами красиво. То есть я не вывожу, чем, как сказать, дотошно в каждый момент. Не выкрашиваю, будет скучно, не будет красиво растек перелива. А чтобы был красивый растек перелива, надо по мокрому положить кистью, кисть убрать. Положить кистью и кисть убрать, вот, иначе ничего не получится. Иначе будет скукотища смертная. Так, смотрите, дерево я сейчас делать не могу, потому что у меня тут все мокро. А вот этот передний план я делать могу. У меня здесь бумага сухая, вот этот вот стык может потечь немножко. Но это не проблема, я сейчас совсем прям капли-капли по стыку уберу, чтобы сильно не мигрировало. У меня одно в другое. Вот, ну, в принципе, даже если тут чуть затечет, ничего страшного. Поэтому можно класть передний план. Так, у меня тут какая-то травка немножко. Какая-то немножко травка. Зеленого цвета, конечно, у меня нет. Зачем мне нужен? Конечно. Какие-то полторы зеленых краски. Так, я его не смочила. Я его сейчас смочу, не доводя до вот этого, чтобы одно в другое сильно не потекло. Смочу здесь. Вот так. А, туда доводить не буду. Так, и положу зеленое. Типа зеленое. Мешало-мешало-намешало. Травка. Так, и вот тут. Типа травка. Надо сразу показать какую-то определенную направленность мазков. Если горизонтально, то горизонтально. Если я хочу, чтобы это все-таки была травка, то вертикально. Так. И у меня здесь земля, не земля. Какого-то непонятного цвета. Сейчас намешаем. Вот, напишали. И вот то, что я вам говорила. Кладу и кисть убираю. Если жестко где-то получилось, можно ее влажной кистью смягчить. Чтобы оно само распределялось. Потому что иначе, если вы будете все распределять, будет тоска, тоска, тоской. Тоска, тоской. Скукотища. Почему все говорят, вот я там учусь, там акварели, ля-ля, вам не произошло, тыц-тыц, все дела. Я сейчас вам скажу. Потому что, первое. Вы делали все скучно, скрупулезно, академично. Скукотища такая. Во-первых, по цвету все очень сдержанно. Во-вторых, все мазочки одинаковые по размеру, по плотности. Наслаивали цвет поверх цвета, не разбираясь в моментах, какие цвета вообще можно смешивать, какие нельзя, какие на выходе дают грязь. То есть вы намешали, грубо говоря, грязюку, но грязюки, и грязюкой погоняет. При этом все мазочки одинакового размера, значит. Нигде нет широкого красивого пятна, который растекается, и в котором видна вот эта экспрессия акварели, чумовая такая. Ну вот как здесь вот пошли, например, какие-то вот растеки красивые. Нигде такого нет. То есть скукотища и по цвету, и по мазку грязная, и как бы в ней нет яркости, эмоций. И знаете, такого момента как бы вот, ну, как бы этюдности какой-то, где-то легкая незавершенность, где-то вы до края листа не доходите, оставляете какой-то красивый художественный такой как бы недоделку, но вы ее делаете специально. Вот такие художественные моменты, которые в моде очень уже лет, ну, больше десяти, наверное, в моде, а в Европе и в каких-то других странах там, а оно давно уже в моде. Вот, а у нас все четко доделают, прям до края паспарту, выпендрючивают, там вот это вот, короче, очень делают скучно, академично. И, короче, если вам надо академично, это не ко мне. Если вам нужно экспрессивно, то продолжаем. Так, смотрим теперь, что у нас тут высохло, не высохло. Ага, в принципе, пока я тут разглагольствовала, дерево высохло, но момент, смотрите, туда нельзя лезть мокрой кистью. То есть если я мокрой туда сейчас влезу, высохло не настолько, видите, бумажка, она вся такая в буграх, не настолько высохла, чтобы прям туда можно было лезть и сырость разводить. Поэтому мы будем, какую кистью-то выбрать, вот такую возьму. Мы будем туда залезать, но стараться, чтобы это был сухой пигмент, то есть посуши. Не мокрой акварелью, да, кстати, еще академисты не используют акварель в густом варианте, таком как гуашь. Я тоже раньше считала, что так типа нельзя, это типа дурной тон, и будет заглушка. Никакой заглушки не будет, если вы используете хорошую бумагу, если вы правильно используете этот прием. Смотрите, я намешала густую сухенькую краску. Вот смотрите, она, вот я ее даже, если это, от нее вода не разлетается в сторону, она только пигмент отдает. Теперь давайте попробуем вводить дерево. Куда бы руку мне приткнуть, так, конечно, с этой стороны неудобно. Ага. Вот отлично, видите, ложится. Но, чтобы это не было скучно, мне нужна вторая кисть, которую я делаю, вот я ее водой смочила, потом вот так об салфеточку промокнула, и она у меня получилась влажная. И теперь ей я могу края мазков, которых я положила, разгонять, чтобы у меня не было вырезано. Теперь я разгоняю это все на, как будто бы, другие веточки. Потому что, если я сделаю просто, сейчас по-сухому обведу, у меня будет вырезанное плоскостное дерево, у него не будет объема. А мне нужно, чтобы оно было с объемом. Пусть там не сильно, мы не будем сейчас сильно там вырисовывать что-то, но некий объем, немножко посадить его в среду нам нужно. То есть я беру эту влажную чистую кисть, и края мазков в некоторых местах, не везде, немножко касаюсь, чтобы пошло вот это вот растекание. Так, ну как вам? Как вам вообще? Я не знаю, что тут с чатом, я потом посмотрю, эфир посмотрю. Вообще, может быть, я вообще чат, может быть, не включила, я с этим еще не разбиралась. Я помню, что в прошлый раз я проводила два или три эфира, после одного мне прилетел страйк, первый страйк на моем канале, я очень расстроилась, главное, я не могу понять, за что. Я не смогла его оспорить, потому что я глупая, я не знала, я удалила. Я удалила то видео, а когда ты его удалил, ты уже не можешь оспорить. Пока у тебя видео не удалено, ты можешь подать запрос, оспорить и вести какие-то переговоры. Здесь я уже ничего не могла сделать, к сожалению, и очень была расстроена. Вот. У меня возникла такая дикая демотивация, что я вот долгое время не могла... Причем настолько, что я даже забыла, на чем у меня был затык. Когда мы так вот сильно как-то чего-то боимся, пугаемся. Память может даже вот так подвести, чтобы мы даже забыли вообще все моменты. И не забывайте, вот сразу же я касаюсь в нескольких местах и веду, чтобы оно... и делаю по кусочкам. То есть все дерево за 2 секунды я не доведу. Руке должно быть удобно, которая это делает. Краски должно быть определенное количество. Успеть надо вот с этими, со второй кистью, пока до конца краска не высохла. Для этого всего я делаю маленькими кусочками. иначе ничего не получится. Итак, и в то прошлое, когда я вела эфиры, я не поняла, как там включить чат. Поэтому я сейчас после этого эфира буду разбираться. Надеюсь, что у меня пойдет какой-то поток вопросов к себе, как это решить. Энергия как-то на это пойдет. Мне захочется с этим всем разобраться. А когда есть такой интерес, именно не мы себя заставляем, ой, сейчас совсем разберусь. Нет, когда именно естественный интерес пошел, я для этого эфир сейчас провожу, чтобы у меня как-то творчество зашевелилось в эту сторону мысли, чего-то захотелось. И чтобы оно само как-то, я сама захотела поинтересоваться, как там чего сделать, настроить, какие-то, может быть, пробники провести. Потому что сейчас я провожу в автоматическом режиме, а вообще, сейчас открыла ноутбук и увидела, что оказывается мне же муж поставил все профессиональные программы, OBS Studio, все стоит. Я правда не помню, без понятия вообще, как там все это делается, что там с этими программами. Вот, потому что я только начинала это изучать, говорю, тогда этот страйк меня очень расстроил. Так, значит, что? Дерево. Маловато веток. Веток, веток маловатый. Главное, мне нет тонкой кисточки, чтобы выводить это самое. Давайте я попробую сделать вот так. Я возьму этот цвет. Попробуем дать какую-то массу его веток. И водой, водой разбавляю. Как будто, вот как будто бы там какая-то идет у него масса, что не три веточки в воздух, сами по себе. Как будто там какая-то среда. Так, ну и веточки я сейчас буду доводить еще. Хорошо. Значит, здесь на переднем плане я хочу добавить каких-то травинок. Травинок, не травинок. Так, кустов, не кустов. Так. Что-то такое же, значит, можно посадить и здесь. И в горизонталь желательно такие штучки всегда вводить. И не забываем влажной чистой кистью смягчать края. Если мы работаем, особенно по сухому, тогда оно вписывается в общий ландшафт. А если мы по сухому просто кладем, то будет. И еще хочется вот больше тона дать тут на переднем плане. Но края, смотрите, обязательно надо смачивать. Вот. Я положила, потом влажной кистью, где-то подошла, не везде. Где-то, где захотела оставить как есть, оставила как есть. Так. Чуть-чуть еще веточек хочется добавить. Какая у меня кисть самая тонкая. У меня все кисти очень толстые. Кстати, я сделала заказ кистей на Алиэкспресс. И возможно, что там что-то тонкое приедет. А может и нет. А может... А может мне и не нужно. Может я, как всегда, нормально бревном нарисую. Так, сейчас я попробую тут опереться. Удобненько, чтобы мне тонкие детальки делать, а пока не дрожала. У меня тут мокро. И веточки старайтесь делать всегда разные. По токщине, длине. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...